В прошлом этапе в Куусама, но сейчас Максим решил пойти, видимо, в затяжной длительный километровый финишный спорт. И он засветил метров 5-7, наверное, от Петра Нуртуга. Нуртук пытается отчаянно за этот отрыв закрыть. В итоге там отстает уже Ердалин, судя по всему. И там, да, Крок держится пока на пятках у Нуртуга. Нуртук уже тоже сбивается уже из техники. И гораздо техничнее сейчас прыжками входит в этот подъем Максим Валикжанин. А Нуртук пока не в состоянии полностью закрыть этот разрыв. Метра три остается все-таки, но сейчас на спуске, к сожалению, Максим первым идет, соответственно, прокатывает Лужнюю Петру Нуртугу. Но такое ощущение, что у Максима все-таки лыжи действительно очень хорошо едут. Мы на это обращали внимание еще на первых этапах гонки, когда сумел Грога догнать Валикжанин без усилий. И вот сейчас выходит по-прежнему Максим на первой позиции. У него метров пять преимущество есть. Сейчас начинает включаться Нуртук, но не отыгрывает он это отставание от Максима. Вперед Максим. Итак, он отрабатывает последние метры и да, есть золото у команды России. Нуртук расстроился, плюнул и отдал серебряные медали товарищу по команде из второй команды Норвегии. Крогу Норвегия три и вторая. Ну а российская дружина празднует победу. Браво! Браво, Максим Валикжанин! Затяжной километровый спорт в итоге отвалился на двадцать с лишним секунд обратно Хелнер. Вот как надо бороться с Нуртуком, ну может быть с нынешним Нуртуком. Но тем не менее не будем принижать этого успеха. Итак, браво, браво Максим Валикжанин! Браво и его товарищи по команде! Итак, конечно, вспомним их, это все имена Дмитрия Епарова на первом этапе. Затем на втором этапе Александр Бессмертных. И на третьем этапе великолепную работу провел Александр Легков. Он сумел уйти в отрыв. Остались вместе с ним только лишь норвежцы из первой и второй команды. И вот поздравление от монстра лыжных гонок. Поздравление от самого Петера Нуртега. Король повержен. Максим Валикжанин приносит победу сборной России на первой и последней в этом сезоне эстафете в рамках этапа Кубка мира. Французы шестые, чехи седьмые, норвежцы из четвертой команды восьмые. Германия и Италия замыкают первую десятку. К сожалению, здесь нет пока сборной команды России два. Вот они, триумфаторы, триумфаторы этой гонки. Россияне Дмитрий Епаров, Александр Бессмертных, Александр Легков и Максим Валикжанин. Ну что, мы долго ждали того момента, когда можно будет поставить Максима Валикжанина на финиш, на четвертый этап. И вот, наконец, выросла плеяда отличных классистов. Есть с кем закрыть классический этап. Ну и я думаю, что после этого успеха, конечно, Валикжанин в какой-то степени застолбил за собой место на четвертом.